Ребят, всем привет! Доброе утро! У нас сегодня пятница, и поэтому я вам сегодня покажу опять свои замеры. Как обычно, в пятницу я натощак встаю на весы и измеряю свои параметры. Я даже не ожидала, если честно, что вы так хорошо примете вот эту тему, и девчонки многие заинтересовались, кто-то написал, что будет вместе со мной худеть, что я смотивировала их, так что я, конечно, этому очень рада, не ожидала даже. Так что давайте, девчонки, кто хочет тоже худеть, присоединяйтесь, будем вместе. Я сейчас сделаю нам с Аней завтрак. Вот такую вот крупу пшеничную полтавскую. Я очень люблю полтавскую кашу, еще с детства мне бабушка ее варила часто. Варю я всегда кашу на воде и чуть-чуть добавляю молока. Теперь каждое утро я кушаю обязательно кашу какую-нибудь. В основном это либо овсянка, либо пшено, пшенная каша. Либо полтавская. Яна пока спит, Анютка проснулась. Мы, кстати, все болеем. Ну, я только начинаю, у меня начинает горло болеть, потому что я со своими девчонками больными постоянно контактирую. Сначала Анютка заболела, у нее уже остаточный кашель, насморк уже проходит. В принципе, на следующей неделе мы во вторник пойдем на прием, списываться за справкой, потом в садик. А вот Яна только начинает заболевать. Вчера мы вызывали врача, потому что у нее была позавчера вечером температура 37,5. Вот. И, в общем-то, нет, 37,6 даже было. Хотя я знаю, что для младенцев вроде 37,5 это нормально, но я видела, что для нее это лишковато. Она не могла уснуть, она стонала. Пока я не поставила свечку, жаропонижающую, она не могла уснуть. В общем, давайте пойдем на весы вставать. Так, смотрите, предыдущий результат утренней по весу у меня был 66,400 неделю назад. Посмотрим, сколько будет сейчас. Встаем, момент истины. Теперь беру сантиметр и начинаю измерять себя. 89, талия 60, 69,5. Так, надо все записать, то забуду. Я уже забыла, сколько грудь намерила. 89 вроде, да? Так, вода уже закипела, надо кашу загружать сейчас быстренько. Теперь живот по самой толстой части, выпирающей измеряю. 94. И последнее, это бедра. Тоже на самом широком месте. 100, 103. Ну что, давайте сравним, посмотреть. Ой, руки трясутся опять. Я как алкаша, у меня руки вечно трясутся. 66,400 было на той неделе, на этой 65,700. Получается, сейчас бы еще сосчитать. Минус 700 граммов. На прошлой неделе было, по-моему, минус 900, да? По-моему. Грудь уменьшилась на 2 сантиметра. Талия уменьшилась на 1 сантиметр. Живот тоже. Нет, живот на 2 сантиметра уменьшился. Я, если честно, боялась, что он у меня совсем не сдвинулся с места. Но оказывается, что тоже прогресс есть. И я, кстати, замечаю, что у меня, похоже, начал диастаз мой закрываться. Вот. И бедра минус полсантиметра. Хотя, если честно, я даже думала, что они, может быть, у меня увеличились. Потому что попу мы очень активно качаем, мышцы растут. И, в общем, я думала, что... Ну, как бы я была готова к тому, что они могут увеличиться в объеме. Но нет. Они на полсантиметра уменьшились. Они у меня, похоже, медленнее всех худеют. Да. Вот такие вот сейчас у меня параметры. Я очень довольна результатами. Худею, конечно, медленно, постепенно. Но зато вес потом не будет возвращаться. Худею потихонечку, постепенно. Ничего я там себя не мучаю никакими голоданиями. Кушаю спокойно вообще. Всё, что мне сейчас позволяет моё состояние здоровья. Мой гастрит, который не уточнённый, конечно, ещё. Я, девчонки, начинаю привыкать жить без сладкого. Я заметила, что меня уже не тянет... Вот у меня в шкафу лежат конфеты. Муж их никогда есть не может. И у меня уже нет такого прям желания съесть одну, хотя бы там половиночку попробовать. Я даже мёд перестала, кстати, есть. Раньше мне вот реально не хватало сладостей. Сейчас я уже спокойно без мёда. Ем только чернослив. Надо, кстати, будет его сегодня или завтра, когда будет время купить, потому что заканчивается. У меня, кстати, Анютка на него тоже подсела. Ей понравилось. Так что я теперь иногда вместо конфетки, она просит конфетку, приношу ей чернослив. И она довольная сидит, его кушает. Сегодня, кстати, я иду на тренировку и обещала рассказать вам про свои тренировки. Хожу я на тренировки два раза в неделю, в среду, в пятницу. Тренировки длятся один час. Это групповые тренировки в зале. В среду у нас тренировка, как мы называем, Hot Iron. В общем, там просто мы просто подыхаем, у нас язык на бок. У меня девчонки потеют, всё, у меня даже руки потеют. Когда встаем в планку, я вижу, что у меня даже на пальцах испарено. В среду у нас больше, я бы сказала, кардио. Я попытаюсь как-нибудь, может быть, сегодня получится, не буду стесняться. Поставлю камеру, посмотрим. В пятницу у нас больше силовые нагрузки. Мы занимаемся со штангой, со степом, коврик берём. Вот сегодня у нас как раз будет силовая нагрузка. Мне легче она даётся просто качать мышцы с нагрузкой, чем вот это вот кардио. Видимо, у меня дыхательное. Может быть, ещё до конца после беременности там все органы на место не стали, не знаю. В общем, мне бывает дыхалки не хватает. Кстати, сейчас девчонки у меня болеют, поэтому мне вообще некогда заниматься своей кожей, массажем. Конечно, я уже две недели не делала, пока тут их лечу. То одна заболела, то другая. Почти две недели уже всё это тянется. Надо будет, когда Анютка снова в садик пойдёт, начинать снова делать массаж, потому что кожу, конечно, тоже нужно восстанавливать. Анютка пришла. Сейчас я уже кашку сварю. Смотри, кашка вкусная будет. Сама, мне бы поскушить печенью свою деть. Нет, нет, с кашкой сейчас будешь. Всё, уже почти готово. Оп-ля. Какая ты у меня тяжёлая. Пузлица. Пузлики, да, кашка варится. Скажи всем привет. Ты стесняешься? Скажи всем привет. Ладно. Аня у нас, кстати, зубки лечила, да? К стоматологу ходила. Что тебе там сделали? Снежинку. Снежинку. Сделали пломбую снежинку. Сверлили ей. Она не плакала. Её похвалили. Не это. Всё, каша готова. И, как видите, масло я в кашу тоже добавляю, не жалея. Так что каша у меня совсем не диетическая, наверное. Но мне этого хватает. В общем, вес всё равно уходит. У нас Яна проснулась. Я сейчас пойду все делать ей утренние наши процедуры. Мама моя купила ей вчера вот такие витаминки. Это ты попросила у бабушки, да? Мишки. Мармеладные такие. Вот она их сидит и ждёт, когда съест кашу и будет их пить. Есть. Сказала поставить их перед ней. Лошадки, поняшки стоят, смотрят, как она кушает. А я, представляете, забыла, пока с вами болтала, забыла посолить воду с молоком. В общем, у нас каша получилась несолёная. Но мы прямо сейчас туда вот соли насыпали. Соли чуть-чуть сахара. Вот. Яна вместе с нами. Видите, у неё какие-то глазки красные. И, кстати, сегодня она, слава богу, без температуры проснулась. Так что, я думаю, всё нормально. Не на краю. Думаю, всё нормально будет. На поправку, надеюсь, идём. Сегодня к нам врач, кстати, снова придёт. Покажи ногти. Покажи девочкам ногти. Ой, красота какая. Детский лак. Баба Наташа ей купила. Давай, ешь. Всё, я уложила Яну обратно спать. Она покушала. Сейчас собираю потихонечку анютку. Заплела ей косички. Она стоит, любуется на себя в зеркало. За ней приедет свекровь со свёкром. И они, в общем, её сегодня заберут к себе, чтобы она там поспала. Потому что к нам после 12 часов, неизвестно в какое точно время, придёт врач к Яне, осматривать её будет. И, в общем, у нас Аня как раз в это время спит. И чтобы она спокойно поспала, её не разбудил врач, мы решили её отправить на дачу. Пусть там отдохнёт, погостит целый день. Ух ты, коробище какая. Это я купила себе. Да ты что? И пандочку купила. Теперь он мой хозяин. Вот. Пандочек смотрит. Я пока буду пить. Всё, ребята, я проводила Анётку с бабушкой на дачу. Сама осталась с Яной. К нам только что приходил врач. Она, как обычно, у нас всегда так, она как будто чувствует. Как только я укладываю Яну спать, она сразу приходит. Врач сказала, что в горле красноты уже не видит. Но у нас и вчера, она сказала, немножечко более яркое, более как бы ярко-розовое горло было, не красное даже. Задняя стенка именно вот. В общем, сказала продолжать лечение. И в понедельник она к нам прийти не сможет. Сказала, что только во вторник придёт. У меня, девчонки, сломался ноготь. Представляете, я только думала, нифига, отрастила такие ногти уже. Думала, с гель-лаком, сейчас они меня как вымахают. Но, блин, я что-то вчера сделала, и он у меня, короче, треснул в уголочке. И прям под корень сломался вот этот палец. Сейчас, пока Яна засыпает, лежит, я делаю себе массаж. Заканчиваю вот это миндальное масло, которое в аптеке покупала. Всё, она у меня, видите, уже такая жирненькая. Наклонилась на спинку дивана. И вот этим вот массажёром от Фаберлик фигачу, короче, себе живот. У меня мама только что приходила. Попросила я у неё, чтобы она привезла папин инструмент, перфоратор. Дело в том, что муж сегодня поедет в мебельный магазин. Пришёл нам заказ. Пришла полочка, которую я заказывала вот сюда, вот Ане, над кроваткой повесим. И прикроватная тумбочка к нам в спальню. И надо будет ещё сразу повесить вот это вот облачко. Настя, но я думаю, что мы сегодня уже сверлить не будем, потому что я приеду с тренировки вечером. И заказы он привезёт вечером. Так что я думаю, завтра всё повесим спокойненько днём, чтобы сегодня уже вечером никому не мешать соседям. Да, кстати, девчонки, после того, как я помажу маслом и сделаю массаж живота, я обязательно надеваю бандаж на живот, чтобы кожа подтягивалась. Вот, чтобы не было на неё нагрузки. И сейчас я сажусь кушать. У меня сегодня куриные медальоны, запечённые в духовке. И каша. Но на самом деле я на обед не ем кашу в основном. Я обычно ем мясо с овощами. Стараюсь там огурчики, помидорки. Но у меня овощи закончились. Надо будет сегодня в магазин идти. Поэтому вот даем кашу, которую утром приготовила. Ребята, ещё хотела с вами посоветоваться. В общем, я уже говорила, что мы летом планируем съездить отдохнуть. Если всё хорошо будет, всё получится. И я сейчас смотрю уже предложения, какие есть в разных турфирмах. Мы, скорее всего, поедем, как обычно, в Турцию. Раннее бронирование сейчас доступно только туда, по-моему. И только из Екатеринбурга. Кстати, из Пельми даже ещё нет вылетов. То есть, скорее всего, будем вылетать из Екатеринбурга. Вот. И я хотела у вас спросить, девчонки и мальчишки, кто ездил отдыхать в Турцию, посоветуйте. Может быть, какой-нибудь отель хороший. Мне бы хотелось. Я рассматриваю города Кемер, Марморис и Анталия. В Кемере я уже была два раза. В принципе, мне там понравилось. С мужем я там ещё не была. В общем, такой уютный городок. Мне понравилось. В Марморисе я была, когда мне было 10 лет, с родителями. И я, в общем, слетала бы туда снова. Ну и Анталия. Там тоже достаточно интересный город. Много всяких музеев, старый город там. Ну, в общем, тоже интересно. Но там, конечно, с пляжами проблематичнее, сложнее. Хорошие пляжи только уже на окраине города. В Алании я была два года назад. Нет, три года назад. Чишь. И как-то, не знаю, мне больше туда не хочется. Мне показалось, что там особо, кроме вот этого замка, на горе, некуда сходить. И все экскурсии как-то далеко. Буду ждать ваших комментариев. Обязательно пишите, если у вас имеется опыт поездки. Может быть, какую-нибудь другую страну посоветуете. Муж, кстати, сейчас едет уже домой. Я только что ему звонила. Заехал в магазин. Всё, забрал заказы. Мебель. Не знаю, кстати, в разобранном или в собранном виде она будет. А я сейчас пойду собираться на тренировку. Мне через час уже нужно выходить. Ехать за девчонкой, с которой я хожу на тренировки. И если чуть-чуть пораньше, может быть, выйду из дома, мне нужно зайти в магазин, купить чернослив. У меня заканчивается чернослив. Вот. Да. Вот такие вот дела. Так, мебель оказалась разобранной. Вот муж занёс уже первую коробочку. Это полка. Сейчас ещё тумбочку прикроватную занесёт. В общем, купила я только финики, как обычно, которые ем всегда. И пальчиковые батарейки, потому что они у нас что-то так резко все закончились. И в фикс-прайсе уже времени ехать нету. Поэтому купила здесь. Вот. И выезжая уже, поехала сначала за девчонкой. Девчонкой. Сделаю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok